приветище это укун а вернее то что от него осталось потому что я наснимал около 20 часов этой игры и это только одна третья глава и только запись без комментариев месяц материал отлежался я уже было и голосование провел рука тянулась кнопочки дэлит но вот что-то не получилось поэтому я сделал выжимку из этих 20 часов и теперь ты сможешь посмотреть некое повествование есть понравится то прохождение укуна продолжится если нет то прощай обезьянка приятного просмотра пройдя вторую главу я не спешил ее покидать потому что тайн в ней осталось огромное количество одна из тайн это тайна служителя в желтых одеяниях как только мы доказываем ему что достойны всего в этом мире он показывает нам проход через ворота и дарит маску вепря за то что мы спасли его от похмелья и попытались немножечко накормить проследуя за как кабаном мы попадаем за пределы карты нынешние люди не видят древней луны но эта луна светила тем кто жил в древности смотри будь то царство закат или царство злата это лишь эхо былого если верить легендам в этих песках обитал огромный жук пока он дремал в недрах земли никто его не видел когда он пробуждался то поглощал любого кто имел несчастье его видеть его броня была прочнее камня и обычное оружие его не могло пронзить он вселял ужас странствующих торговцев и жителей соседних царств но один желтошкурый гуай крыса почуял что от жука исходит невиданная сила он положил конец его бесчинствам и починил себе обрадованный царь назначил гуая крысу придворным мудрецом и возвел алтарь в его честь скованный жук был отличным источником силы и гуай крыса решил остаться снова обретенной мощью гуай взял в плен танского монаха и устроил битву с суню ку нам на хребте яростные ветра которыми повелевал гуай заволокли небеса если бы не вмешался бодхиста валиндзи танцкий монах так и не нашел бы священные тексты а вот лишенное покровительство крысы царства пришло в упадок некогда цветущий хребет желтого ветра с тех пор превратился в безжизненную пустыню после повествования кабана пески нас поглотили перенесли во времени и первого кого мы встречаем в этом времени это страж тигр который охраняет царя победив тигра он понимает что мы достаточно сильны и просит нас помочь его царю укоротить я углы который бродит в песках и наводит страх на всех жителей этого района ты победил моего стража значит ты правда силен яугуай защищается от меня с помощью какого-то артефакта даже ветер самадхи ему нипочем выманить йогая можно лишь одним способом я буду бить в барабан и он выйдет если хочешь помочь получи момент и выкради артефакт тогда я смогу совладать с ягой а Жук Фубань Тот самый жук, о котором поведал нам Кабан Скорее всего, он сбежал от прошлого своего хозяина Которого мы победили В конце второй главы мы сражались с мудрецом Желтого Ветра Который призывал этого жука И теперь, поскольку хозяина нет у него Он решил обжиться здесь А может быть, это и вовсе другой жук Понадавав жуку по лапам Он обессиленно падает на брюхо А мы пользуемся моментом и достаем с его спины артефакт Когда полдела сделано, крыса вступает в бой Я тебе помогу А может быть, это и вовсе нет? А может быть, это и вовсе нет? В конце битвы царь убивает жука А не порабощает его А пески поглощают плоть Яугуя Благодарю тебя от имени моего народа После мы возвращаемся в свое время И получаем артефакт пилюля ветров Артефакт выступает в роли ветровой брони И очень хорошо защищает от ветров Очень бы пригодилась в битве с боссом во второй главе Но я справился без нее Блуждая по карте, я наткнулся на очень странное растение Которое можно было смотреть Меня тут один засранец волшебник замуровал в камне Так еще на хребте камня оживил В пещере бродит каменный гуай Зуб даю Он про волшебника что-то знает Если выведаешь чего, я смогу выбраться Сходив в пещеру, найдя эту статую Мне показалось, что сперва это слишком просто Статуя в ответ ничего не делала Но потом выскочили детишки Этой матерь камней И начали ее защищать В конце концов все камни были раздроблены В том числе и матерь камней И я получил эссенцию камня И принес ее сюда Камни превращаются в гуаев Непорядок Ну ты и дурачок Дал мне загробастать сокровища В конечном итоге мы были обмануты И нам пришлось сразиться с каменным человеком У меня так черепуха треснет Пощади Пощади меня Навляв этому обманщику И поговорив еще разок Он дарит нам Силу каменного ягуэ Теперь мы тоже сможем превращаться В таких головастых камней И бить своей башкой о землю Во второй главе нам часто приходилось Собирать артефакты В виде глаз статуй И все это дело имело Огромное значение Собрав нужное количество глаз Мы можем оживить каменного голема Под названием Охранная табличка Охранная табличка Мы получаем каменное сердце Оно нам еще пригодится Но позже Двигаясь по сюжету Мы обязательно наткнемся На слугу тигра Который ищет своего сына С виду Это обычный Дохлый старикан С огромной катаной А еще На левой руке У него очень долго Не постригались ногти Победив этого старикана Мы получаем старую погремушку Этот артефакт Поможет нам разгадать Один интересный секрет Гуляя по песчаному царству Мы будем натыкаться На затуманивание разума Когда все вокруг Становится серым И чтобы победить этот недуг Нам и понадобится погремушка Игрушка Оказывается спасением Не только для нас Но еще и для одного духа Папочка сказал Что я перестану кашлять Когда не будет пыли Ты не здешний Я это вижу Не хмурься так У нас в деревне весело Я знаю старика в камне А еще свинтуса Который крадет питье А на дне колодца Нет Это секрет Кашлящий мальчик Показывает своими разговорами Нам путь И если следовать этому пути То мы вновь встречаемся с духом Я здесь, обезьянка Поиграй моей погремушкой Где мой папочка? Ты его видел? Мне было так страшно Все встали вокруг меня Мне сказали Что папа скармливал людей Из деревни Гуаю Но это неправда Папочка не мог Дух дал нам подсказку Где искать его в следующий раз Это деревня Гуаю А еще мы выяснили Что погремушка Принадлежала Этому мальчику Исследовав деревню Мы находим колодец Как ты узнал, что я тут? Про это место знали только мы с папочкой Ты только никому не рассказывай В колодце живет мой друг Он мне помог Когда я сильно кашлял Это было давно Надеюсь, он тоже выздоровел Спускайся к нам Поиграем Кошак драный И он еще смеет носить отцовский титул А сам прислуживает этому Гуаю Желтый ветер Я отомщу И не посмотрю, что мы братья Безумный тигр Это друг того мальчика Отец ребенка удрал Зато ты здесь Хорошо, что я Не останусь голодным Ну что, киса Давай поиграем Тигр оказывается Очень сильным соперником Но Против каменного Иогуя Совершенно бессилен Ведь чем сильнее бьешь этот камень Тем мощнее я становлюсь Не падай на колени Даже если Проиграл Душа тигра Подчинена нам И мы можем пользоваться Его безумием А еще тигр Охранял сундук То, как укун Стирает с него пыль Говорит нам о том Что его открывали Очень давно Бутыль чумного Средняя бутылочка По сравнению С моей прокаченной Следующий секрет Просто так Никогда не разгадаешь Если Не почитаешь Статейки в интернете Эту стенку Нужно разбить Нашим головастиком По-другому За ее пределы Никак не попасть И стенка эта Находится там Где мы дрались С первым принцем Оказавшись По ту сторону стены Мы оказываемся В подобии Некого зала Скорее всего Это зал памяти Или зал духов В конце этого зала Есть картина А возле картины Стоит сундук Чешуйка Луна Благодаря этому артефакту Нам открываются Новые двери И первая из этих дверей В первом акте Если mantra Водопад И мечта Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Победив этого грозного Луна, мы получаем Жемчужину Луна, Громовой Хвост и Курильница Бошань. Курильница значительно повышает сопротивление урона, если бутылка наша пуста. Довольно мощная диковинка, хоть и не легендарная. Следующая дверь Луна во втором акте. Открывает песчаный водопад. А за водопадом нас ожидают врата. Субтитры создавал DimaTorzok Чёрный лун. То ли дракон, то ли кабан. Ну а здесь я умолкаю и даю вам насладиться всей битвой с этим шикарнейшим боссом. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...